Николай Островский, известный советский писатель. Сложно сказать, сколько поколений советских людей воспитывалось на его книге «Как закалялась сталь». Для скольких слова главного героя о жизни и месте человека в ней стали не просто крылатым выражением, а настоящим руководством к судьбе. Он смог подобрать такие слова, которые цепляли за живое, заставляли по-новому оценивать свои мысли и поступки. Но мало кому известно, каким испытанием стало для автора создание этого произведения. Он сам страдал от невыносимой боли, которую ему приходилось выносить ежедневно. Островский прожил очень мало, но за этот короткий отрезок времени сделал больше, чем некоторые за долгую и сытую жизнь. Успех романа был невероятным. Книга попала в библиотеки, где ее невозможно было взять. Приходилось выстаивать целую очередь. Иногда один человек брал ее прочесть, и вокруг него собиралась целая группа людей. Роман читали вслух. Еще при жизни писателя роман переиздавали более 40 раз. В нем рассказывается о нелегкой судьбе молодого Павки Корчагина. Павка – обычный деревенский мальчишка, ничем не отличающийся от своих сверстников, встает на путь революционной борьбы. Он становится настоящим борцом за освобождение всех угнетенных и обездоленных, свято верившим в светлое будущее. Павел слушал рассказ Самуила. Лицо его покрылось серым налетом. Самуил рассказывал о кровавой трагедии в родном городке, и слова его падали на сердце, как капли расслабленного металла. «Забрали нас ночью всех сразу», – выдал негодяй провокатор. «Очутились все мы в лапах военной жандармерии. Били нас, Павел, страшно. Я мучился меньше других. После первых же ударов свалился замертво на пол, но другие покрепче были. Скрывать нам было нечего. Жандармерия знала все лучше нас, знали каждый наш шаг. Еще бы не знать, когда среди нас сидел провокатор, не рассказать мне про эти дни. Ты знаешь, Павел, многих. Валю Бружак, Розу Грицман из уездного города. Совсем ведь девочка еще, 17 лет. Потом Сашу Бруншафта, знаешь, наш же наборщик, веселый такой парнишка. Он всегда на хозяина карикатуры рисовал. Ну так вот, он потом и двое гимназистов, Новосельский и Тужиц. Ну ты и этих знаешь. А другие все из уездного городка и местечка. Всего было арестовано 29 человек. Среди них шесть женщин. Всех их мучили зверски. Издевались гады, как кто хотел. Полумертвыми приволокли их в камеры. После этого Роза стала заговариваться, а через несколько дней совсем лишилась рассудка. В ее сумасшествие не верили. Считались эмулянткой и на каждом допросе били. Когда ее расстреливали, страшно было смотреть. Лицо было черно от побоев, глаза дикие, безумные. Валя Бружак до последней минуты держалась хорошо. Они умерли, как настоящие бойцы. Я не знаю, где брались у них силы, но разве можно рассказать Павел о смерти их? Нельзя рассказать. Смерть их ужаснее слов. Бружак была замешана в самом опасном. Это она держала связь с радиотелеграфистами из польского штаба, и ее посылали в уезд для связи, и у нее при обыске нашли две гранаты и браунинг. Гранаты ей передал этот же провокатор. Все было устроено так, чтобы обвинить в намерении взорвать штаб. Эх, Павел, не могу я говорить о последних днях, но раз ты требуешь, я скажу. Полевой суд постановил. Валю и других к повешению, остальных товарищей к расстрелу. Польских солдат, среди которых мы проводили работу, судили за два дня раньше нас. Молодого капрала, радиотелеграфиста Снегурко, который до войны работал электромонтером в Лодзи, обвинили в измене родине и в коммунистической пропаганде среди солдат и приговорили к расстрелу. Он не подал прошения о помиловании и был расстрелян через 24 часа после приговора. Валю вызвали по его делу как свидетеля. Она рассказала нам, что Снегурко признал, что вел коммунистическую пропаганду, но резко отверг обвинение в измене родине. Мое отечество, сказал он, это польская советская социалистическая республика. Да, я член коммунистической партии Польши. Солдатам меня сделали насильно. И я открывал глаза таким же, как я солдатам, которых вы на фронт гнали. Можете меня за это повесить, но я своей отчизни не изменял и не изменю. Только наши отечества разные. Ваше панское, а мое рабоче-крестьянское. И в том, в моем отечестве, которое будет, меня никто изменником не назовет. После приговора нас всех уже держали вместе, а перед казнью перегнали в тюрьму. За ночь приготовили виселицу напротив тюрьмы, у больницы, у самого леса, немного поодаль, у дороги, где обрыв, выбрали место для расстрела. Там и общий ров вырыли для нас. В городе приговор был вывешен, всем было известно, а расправу над нами поляки решили учинить при народе. Днем, чтоб всякий видел и боялся. И с утра начали сгонять из города к виселице народ. Некоторые шли из любопытства, хоть и страшно, но шли. Толпа у виселиц была громадная. Куда глаз достанет, все людские головы. Тюрьма, знаешь, забором из бревен обнесена. Тут же у тюрьмы, тюрьмы поставили виселицы, и нам слышен был гул голосов. На улице сзади поставили виселицы, пулеметы, конную пешую жандармерию со всего округа согнали. Целый батальон оцепил огороды и улицы. Для приговоренных к повешению яму особую вырыли, тут же у виселицы. Ожидали мы конца молча, изредка перекидываясь словами. Обо всем переговорили накануне, тогда же и попрощались. Только Роза шептала что-то невнятное в углу камеры, разговаривая сама с собой. Валя не могла ходить и больше лежала. А коммунистки из местечка, родные и сестры, обнявшись, прощались и, не выдержав, зарыдали. Степанов, молодой, сильный, как борец парень, при аресте двоих жандармов ранил, отбиваясь, настойчиво требовал от сестер. Не надо слез, товарищи. Плачьте здесь, чтобы не плакать там. Нечего собак кровавых радовать. Все равно нам пощады не будет. Все равно погибать приходится. Так давайте умирать по-хорошему. Пусть никто из нас не ползет на коленях. Товарищи, помните, умирать надо хорошо. И вот пришли за нами. Впереди Шварковский, начальник контрразведки, садист, бешеная собака. От тюрьмы к виселице через дорогу коридор из жандармов устроили. Выгнали нас прикладами во двор тюрьмы. Почетверо построили и, открыв ворота, повели на улицу. Нас поставили перед виселицей, чтобы мы видели гибель своих товарищей. А потом наступил и наш черед. Виселица высокая, из толстых бревен сбитая. На ней три петли из толстой крученой веревки. Подмостки с лесенкой упираются в откидывающийся столбик. Море людское чуть слышно шумит, колышется. На всех глаза устремлены. Узнаем многих своих. На крыльце поодаль собралась польская шляхта с биноклями. Офицеры среди них. Пришли посмотреть, как большевиков вешать будут. У виселицы прокурор военный и высшие чины. Вывели из тюрьмы, наконец, Валю и тех двоих товарищей, что к повешению. Взялись они все трое под руку. Валя в середине. Сил у нее не было идти. И тогда товарищи поддерживали ее. А она прямо идти старается. Помню Степанова слова. Умирать надо. Хорошо. Беспальтована была. Вязаной кофточке. Шварковскому, видно, не понравилось, что под руку шли. Толкнул идущих. Валя что-то сказала. И за это слово со всего размаха хлестнул ее по лицу на гайкой конный жандарм. Страшно закричала в толпе какая-то женщина. Забилась в крики безумном. Рвалась сквозь цепь к идущим. Но ее схватили, уволокли куда-то. Наверное, это была мать Вали. Когда были недалеко от виселицы, запела Валя. Не слыхал никогда я такого голоса. С такой страстью может петь только идущий на смерть. Она запела варшавянку. Ее товарищи тоже подхватили. Хлестали на гайки конных, били с тупым бешенством. Но они как будто не чувствовали ударов. Сбив с ног, их к виселице волокли, как мешки. Бегло прочитали приговор и стали вдевать петли. Тогда запели мы. Вставай, прощай, проклятим заклейменный. К нам кинулись со всех сторон. Я только видел, как солдат прикладом выбил столбик из-под ножки, и все трое задергались в петлях. Нам десяти уже у самой стенки прочитали приговор, в котором заменялась смертная казнь генеральской милостью, двадцатилетней каторгой. Остальных шестнадцать расстреляли. Самуил рванул ворот рубахи, словно он его душил. Три дня повешенных не снимали. У виселицы день и ночь стоял патруль. Потом к нам в тюрьму привели новых арестованных. Они рассказывали. На четвертый день оборвался товарищ Тобольдин, самый тяжелый, и тогда сняли остальных и зарыли тут же. Но виселица стояла все время. И когда нас уводили сюда, мы ее видели. Так и стоит с петлями, ожидая новых жертв. Самуил замолчал, устремив неподвижный взгляд куда-то вдаль. Павел не заметил, что рассказ окончен. В его глазах отчетливо вырастали три человеческих тела, безмолвно покачивающихся со страшными запрокинутыми на бок головами. На улице резко играли сбор. Этот звук заставил очнуться Павла. Он тихо, чуть слышно, сказал. Пойдем отсюда, Самуил. По улице оцепленные кавалерии шли пленные польские солдаты. У ворот тюрьмы стоял комиссар полка, дописывал в полевую книжку приказ. Возьмите, товарищ Антипов, передал он записку коренастому ком-эскадрона. Нарядите разъезд и всех пленных направляйте на Новоград-Волынский. Раненых перевязать, положить в повозки и тоже по тому направлению. Отвезите верст за двадцать от города и пусть катятся. Некогда нам с ними возиться. Смотрите, чтобы никаких грубостей в отношении пленных не было. Садясь в седло, Павел обернулся к Самуилу. Ты слыхал? Они наших вешают, а их провожай к своим без грубости. Где же взять силы? Комполка повернул к нему голову, всмотрелся. Павел услыхал твердые, сухие слова, произнесенные комполка как бы про себя. За жестокое отношение к безоружным пленным будем расстреливать. Мы не белые. И отъезжая от ворот, Павел вспомнил последние слова приказа Реввоинсовета, прочитанные перед всем полком. Рабоче-крестьянская страна любит свою Красную Армию. Она гордится ею. Она требует, чтобы на знамени ее не было ни одного пятна. Ни одного пятна, прошептали губы Павла. Субтитры создавал DimaTorzok